МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телераду компании Гомель, у студии працует Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. Самым любимым присвящается. Сегодня у Гомеля высадили аллею мать. Оценить узровень веда сегодня в ГДУ писали экономичный диктант. Цырульня на колах. Сокрет поспехового бизнеса открыла Гомельчанка. А сейчас об этом иншим больше подробно. Кандидатами в депутаты Палаты представников национального схода 7-го скликания вылучшилися 703 человеки. Усяго в выборчей комиссии Беларуси до этого часа поступили 824 комплекты документов. Такая информация размешана на сайте Центра выборкама. Политичные партии вылучшили больше, как половы от агульного лику потенциальных кандидатов. У лидерах Либеральная демократичная партия, Объединенная громадянская партия и Коммунистичная партия Беларуси. Шляхом сбору подписов вылучшилися больше, как треть кандидатов. От працованных коллективов 15,5%. Жанчин сярод претендентов на депутатские портфели 25%. Молодых людей до 30-ти годов коля 9%. Переобраться поспробуют 34 депутаты Палаты представников дзейшого скликанья. Нагадаем выборы у Палату представников, призначенные на 17 листопада. У Совет Республики на 7 листопада. Протягиваем выпуск. Сегодня у Гомеля заявилась аллея Матия. Ей высадили в рамках республиканского проекта «Парк семейных древ». По сутности, створение аллеи стало еще одним этапом глобальной экономичной инициативы по озеленению населенных пунктов. Только подчас восемьской кампании на Гомельшине плануется посадить больше, как 40 тысяч древ и кустарников. Непосредственно аллея Матия заявилась в парку семейных древ, которые были створены в Красавику этого года. Концепцию парка распрацовали студенты Белорусского державного университета транспорта. И она продуглеживая так званые «зеленые покои», зоны элитных древ, дитяши зоны и весельную пляцовку. У рамках этой инициативы сегодня у парку заявилась еще одна аллея. Отдать Данину Пашаны своим мате и посадить у его нардревы пришли представники областного союза женщин, органа улады, волонтеры. С 8 по 14 октября у нас в Республике Беларусь по инициативе Белорусского союза женщин проходит неделя матери. И вот сегодня в Гомеле мы присоединяемся, в нескольких городах уже есть аллея матери. И сегодня вот в городе Гомеле тоже появилась аллея матери. Первая древа на аллее матери высажена у гонор Галины Пашет, шматгодового лидера областного союза женщин. Працующая на этой посаде, она оказывала допомогу всем, кто имел ее потребу. Хворым детям, со старым людям и перспективной талиновитой молоди. Повеншуй маму разом. Белпошта пропонует бесплатно отправить паштовку до надыходящего дня мати. До 14-го кострышника наведывальники некоторых паштовых отделений смогут набыть паштовые картки, написать теплые слова своим мамам и повеншовать их со святом. А супрационники Белпошты бесплатно доставят паштовки по всей республице. В Гомельской области акция проходит с 12 до 15 годин. Спис отделений у паштовой совести, где проводится акция, размешаны на сайте Белпошты. Сегодня у Гомеля писали экономичный диктант. Проверить свои веды в этой сфере запросили студентов ВНУ, представников бизнеса, громадских дейшев. На какие пытания пропоновали отказать удельникам испытов, ведут наши корреспонденты. Гомельский государственный университет имя Франциска Скарын изъявляется официйной региональной пляцовкой по проведению всероссийских диктантов по русской мове и географии. Сегодня этот список дополнила еще одна дисциплина – экономика. В уголе в России экономичный диктант проводится в третий раз, но Беларусь долучилась до его первой. Обращая призов и дипломы, никаких других бонусов переможцы не отримывают. Это свой особенный тест на финансовую письменность. Глубинные экономические знания нам просто необходимы всем категориям населения. В частности, здесь присутствуют студенты технических вузов, студенты экономических специальностей, факультеты математики, факультеты физики. Поэтому без экономических знаний, наверное, сейчас невозможно представить будущее нашей страны. Усероссийский экономичный диктант проходит под гидой Свободного экономичного товариства Российской Федерации при поддержке Международного союза экономистов. Его дарыши означаливая выпускник Гомельского державного университета – профессор Сергей Бодрунов. На протягу годины удельникам диктанта необходимо отказать на 20 вопросов, которые потребуют с правды у сибаковых ведов. Среди которых, при каким керавнику появились первые паперовые гроши, творога которого политэконома читал Яугин Онегин, что такое банковские депозиты. Некоторые вопросы уточатся конкретно российских реалей. Какие функции у России может выполнять биткоин, те, которые появляется ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации. Удельники испытываются, что это очень интересно – проверить свои веды об экономиках других стран. Мне вообще интересно проверить, какие вопросы в российском тесте, как устроена российская экономика. По факту это проверка моих знаний об экономике в других странах. Написать экономичный диктант сегодня можно было и онлайн. У 12 годин на сайте Свободного экономичного союза России. Правда, там пытания к руху одрузнивались. Лепшие знавцы отримают дипломы и памятные подарунки. Опрашатого для переможца в региональной Гомельской плясовке Российский Центр науки и культуры предоставил 10 книг. Эта площадка является первой в Беларуси, что является очень интересным фактом. И в дальнейшем, возможно, после этой площадки будут привлечены остальные города Республики Беларусь. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Игорь Маришенко, телерадиокомпания «Гомель». До новых тем выпусков. Новый скандал у оппозиции. Не могут поделить гроши. Артикул под такой назвой стал предметом разгляда в суде об обороне гонору и годности истца правового инспектора працы Беларусской организации работников радиоэлектронной промысловости Леонида Судаленки. Отказчик – директор Поболовского дома культуры, главный редактор интернет-портала «Рогачоу онлайн» Денис Дашкевич. Наш корреспондент Александр Гамоля волода информации о в ходе судового процесса. Это уже другое посаджение по этой грамадянской справе. На первое, истец не заявился, расслумачивший это немогчимостью своей присутности. Сегодня баки сустрелись и огучили в суде свои позиции. Нагадаем перед историей в разбору. 20 сентября в социальных сетках на сторонках отказчика, так само на его интернет-портале «Рогачоу онлайн» был опубликован артикул под назвой «Новый скандал у оппозиции. Не могут поделить гроши». Юрист Судаленка полечил звездки, выкладенные у имня пелными. Артикул, на его думку, шкодит репутации работников профсоюза РЭП. Судаленка попросил обвязать отказчика дать обвяжение и спогнать с его судовой выдатки. 76 с половой рублев. Дашкевич от авторства артикула отмовился. Я полностью согласен с этой статьей. То есть, если бы я не был с ней согласен, то я бы, естественно, как фрилансер и журналист, я бы не встал бы ее ставить. Я, конечно, этот текст не составлял, но вот так получилось, что данная статья, она, в принципе, в некоторой степени выражает мои мысли. То, что думаю не только я, а то, что думают многие люди в оппозиции. Многие мне сегодня пишут, говорят, да, ну, кто-то должен был это сделать. Позиция ИСЦА на другом посаджении суда не изменилась. Не поменял свое меркование и отказчик, який поведомил, что зарабил репост публикации из инших информационных ресурсов. По обо двух материалах он избирается проводить экспертизу. А вось уходайнестве об запыте документа у строгой финансовой справозначности организации суд Дашкевичу отмовил, не убачивши в этом промогоставления до справы. На посаджение заявился только один из некольких запытанных Дашкевичем сведок. Я в этом просто убежден, что у ответчика нет ни одного серьезного доказательства либо аргумента в пользу той информации, которую он распространил. Я убежден, что данная информация не соответствует действительности, о том, что данная информация направлена конкретно против меня, как работника независимого профсоюза. Вось так, смес неуластного артыкула довел до суда. Кропка в этой справе покой не поставлена. Новое судебное посаджение судья призначил на 18-е Кастричника. Александр Гамоля, Валерий Гопанько, телерадиокомпания Гомель, Зрогачева. В Гомельской области заявилась цирульня на колах. Жихарка областного центра купила невеликий фургон и отправилась в белорусскую глубинку на пошуки клиентов. На обслугование записались и наши корреспонденты, а заодно доведались, учим секрет поспеху такого мобильного бизнеса. Своё рабочее место Наталья зауседы возит с собой. Невеликий фургон, мини-цирульня, колесить по всей области. Черговая стоянка в Ветковском районе. Проходите, пожалуйста. Спасибо вам. Першие клиенты заходят за осторожностью. Говорят, цирульню в своем селе увидеть уже не сподевались. Тем больше на колах. Запады местовых модниц от классической стрижки до химической завилки. Причем пропоновать им могут любую цирульницкую послугу. Господиня фургона купила 12 метров, чтобы выполнять все санитарные нормы, сместить рабочую зону, технику и две раковины. История незвычайного бизнеса началась несколько лет тому. Цирульник Наталья решила открыть свою справу. Правда, кроме майстерства, пятого разрада и 20-ти годового опыта не было ничего. Оренда помешканья в городе оказалась не по кишени. Полторы тысячи рублей за месяц за такий же метраж, как в фургоне. И это без коммуналки и инструментария. Креативная идея створить мобильную цирульню пришла Нечакана. Руки есть, ножницы есть. И меня осенила мысль, что действительно все есть для работы, а работать негде. Я долго вынашивала эту идею, долго думала, даже ночами не спала. И совершилось. Я купила. Шлях до клиентов с первых дзен западтрабовал выдатковный бензин. Но сегодня проект уже окупляется. Только в этом месяце у графика 15 везок, у некоторых несколько рейсов. Своего майстра там ведут и чекаются, потому что для вязковцев построить целая проблема. Комбинаты бытового обслугования давно стали синонимом забытого минулого. Застояться одно, ехать в райцентры, а это часом десятки километров. Время свободного особо нет в Гомель ездить, поэтому здесь удобно, вообще прекрасно, считаю. Населения очень много, парикмахерские ездят, очень много народа, тем более, очень удобно работают. Працует Наталья по заявленным принципам, без оформления ИП. За месяц платят у всего 27 рублей в податку и больше никакой бухгалтерии. У Комитета по праце означают, працующие навыд у таким формате малого бизнесу, люди могут различивать на субсидии от державы. Текущий год у нас запланирован. Планировали выдать около 380 так называемых субсидий, то есть поддержать безработных, которые согласились бы или хотели бы открыть свое собственное дело. Кожный год только субсидий на бизнес-проекты растет. Только в Гомельской области с початку года такой махчимостью скоростались больше за 300 человек. А вот как правильно освоить безвыплатные суммы, для многих так само пытание. Но и тут предугледженная допомога. Кожный жадачий может пройти бесплатные бизнес-курсы. Ганна Корольчук, Ганна Ковалева, телерадио компания Гомель при поддержке агентства теленовинов. У Беларуси стартовала осенская компания по зарыблении водоемов, которые относятся до рыболовных угодил Фонду запасу. У Кострышнику листопаде Беларусское товарыство полевнейших и рыболовов планует провести мероприемство по узнавлению рыбных ресурсов на 10 водосховищах, карьерах и озерах. Есть у Ихлику и некольки водоема Гомельской области. За процессом зарыбления в озеро Избынь в Хойницком районе назирала Яугения Кухаронак. У 10 километрах от Хойников есть в озере Избынь неверогодной прагожости. Водоемный Ливный он был штучно створен в 80-х годах минулого 100 года. Его площадь 400 гектаров. По словам местовых жахаров тут сустракаются лень, щупак, плотка, окунь и карась. Местовая дома далеко за межами района и привабливая матору рыбной ловли с всей краины. Здесь очень много людей. Даже можно сказать мы летом здесь купаемся. Очень много людей приезжают. Даже из Гомеля, из Минска. Рыбачим с той стороны даже пытались сами вылавливали карася. Вернуться додому с добрым уловом мара кожного рыбака-аматора. Для этого, что год Белорусское товариство поляновичных и рыболову проводит зарыбление каля 10 водоемов. У рамках кампании у реки и озера выпускается больше за 100 тысяч рыб розных видов. Щупаки самы, ліны, белые амуры и карпы. Краницей финансования з'являются членские узносы рыболову-аматора у товариства. Так, все лето в Гомельском регионе уже зарыбили в озеро Белое в Житковицком районе. Подойшла черга и узнавись рыбный ресурс в озеро Избинь. Мы сюда выпускаем карп, толстолобик и Белый амур в первую очередь для того, чтобы почистить этот водоем раз ну и, соответственно, привлечь сюда рыболов. Мы понимаете, как исходя из наших финансовых возможностей зарыбляем, как правило, 2-3 водоема в области в год. В прошлом году мы зарыбляли водоемы в Лельческом районе за прошлом году мы зарыбляли ряд других водоемов, поэтому это, так скажем, мероприятие будет продолжаться каждый год. Цекаво означает, что в процессе зарыбления новоселов лишатся в килограммах. У озера Избинь пополнение склало 3 тысячи килограммов рыбы. Раз пошла говорка про лишбы, варто означает, что мероприемство реализовалось дякуючи больше, чем 6 тысячам рыболову-аматоров в Гомельской области, яких объеднул во и Белорусское товариство полевничих и рыболову. Зарабление водоема толстолобиком, белым амуром и карпом благоприятно скаржаться на экосистеме водоема и позволит привлечь туристов к данному водоему и в целом в район. У повышении продуктивности рыболовного угодзі сумненію нема. Корисна гэта из пункта гледження рекреации водоема, а гэта значит протягу быть. Евгений Кухаронак, Валерий Гапанько, отеля, радоя компания Гомель, Городской библиотец имя Герцена открылася выстава фотокорреспондента белорусского телеграфного агентства Сергея Холодилина, просвеченная его 60-ю годзю. Майстер репортажной фотографии посебровав с фотоаппаратом еще в 8-м классе. Первую чайку отримал от батьков на день на роджение, а ле-технику выкрали у школьном гардеробе. Другий фотоаппарат внуку купила бабуля. Из этого часу Сергей Холодилин уже не расставался с ним. Невеликий перопынок был только подчас службы у армии. И он працавал в газете «Маяк», потом у Гомельской «Правде». И уже в 4-й годзе заявляется уластным фотокорреспондентом Белта по Гомельской области. Сарат галуны досягнение у звания лауреата премии президента за духовное одражение. Я рад, что мои работы были представлены в многих странах мира. Германия, Франция дважды, Италия дважды, выставки были, Польша, Норвегия. И, вы знаете, люди принимали, встречали еще в те годы в 90-е европейцы на высоком уровне. То есть работы нравились. Я вот последним моим выступлением был в Италии в прошлом году, в 2018-м. Мэр города лично пришел и я спросил у него через переводчика, сколько времени есть, чтобы вам про выступ рассказать. Он говорит, сколько нужно, столько и есть. То есть, сколько радости, столько и будет времени. Это приятно, что людям нравится, людей цепляет, трогает. Сергей Холодилин текавится социальными темами, сдымая людей, в шести займают жаночие в образы. Убавшись фотоработы Сергея Холодилина в библиотеке можно до 30-го кострышника. На завтра в нашем регионе объявлены оранжевые узровень небеспеки. В день шагается взмотнение ветру порывами до 15-18 метров за секунду. МНС просит выполнять меры застяроги, шильно зашинить дверы и в окна, прибрать с балкона предметы, которые порывами ветру могут быть скинуты вниз. По максимумусти варт отмовится от поездок на автомобиле и не парковать авто по древам и побач с рекламными шитами. Вступки термометра завтра покажутся до 13 градусов тепла. Махчимы и дожжи. Гэты инши новины вы можете знайсти на нашым сайте в интернете по адресе www.tevergomil.by На гэтым выпуске завершены. Дякую за увагу и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале Беларусь 4 в студии Руслан Габрилев Здравствуйте. Что не день в оперативной сводке Гомельской областной госавтоинспекции ДТП с участием пешехода. Накануне вечером под колеса автомобиля попал 40-летний житель агрогородка Еремина. 34-летний водитель на Фольксвагене ехал по улице Советской в направлении Гомеля. В это время дорогу пересекал пешеход непосредственно вблизи обозначенного перехода но не по зебре. В итоге наезд травмированного госпитализировали проводится проверка. В Будокошелевском районе горел гараж произошло в поселке Боровое ляда накануне днем. Огонь уничтожил имущество внутри гаража и Фольксваген Пассат. Пострадавших нет. Предполагается, что причиной пожара стало нарушение эксплуатации электросетей и электрооборудования. А в Речице ночью горел деревянный двухквартирный дом. Обошлось без пострадавших. К возгоранию привело нарушение правил пользования обогревающим устройством. МВД предупреждает о возможной активизации мошенников во время проведения переписи населения. Правоохранители выделяют отдельный вид преступной деятельности, когда злоумышленники под видом коммунальных, социальных и других служб проникают в квартиры. Становятся жертвами аферистам люди любого возраста и социального положения. Но чаще всего это одинокие пенсионеры. Их доверчивость оборачивается против них. И мошенники, проникая в квартиры, похищают сбережения. Активизируются также преступники, как правило, к плановым проверкам домов, проведению капитального ремонта, переписи населения. По месту жительства горожан переписчики начнут ходить только с 21 октября. Они должны будут иметь при себе удостоверение, планшет и сумку со специальным логотипом. Ни в коем случае не впускайте в дом незнакомых людей. Даже если вы убедились в добрых намерениях переписчика, разговаривайте с ним на лестничной клетке или на улице. На сегодня это все. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. Оставайтесь на Беларусь 4. Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Очередные поединки экстра-лиги чемпионата Беларуси по хоккею пройдут завтра. На льду сойдутся Могилев и Лида, Динамо Молодечна и Металлурка, также Шахтер и Гомель. Также хорошая новость пришла из хоккейного клуба Гомель. Воспитанник этого клуба Никита Стасенко в составе юношеской сборной стал победителем международного турнира по хоккею 2019 «Амбассадор Кап Хоккей Турнамент». Сборная Ю-17 побеждает на этом турнире второй год подряд. Стали известны участники женского и мужского кубка в Беларуси по волейболу. Жемчужина Полесья вступит в борьбу в четвертьфинале. 17, 18 и 20, 21 декабря Мазырянки проведут поединки с Минчанкой-2. В полуфинале к ним присоединится прошлогодний победитель Минчанка и команда-хозяйка этого года коммунальник МГУ. Финал четырех примет Могилев с 27 по 29 декабря. В мужском кубке «Гомельская энергия» также начнет борьбу с четвертьфинала. На этом этапе энергетики встретятся с марка ВГТУ. Первые матчи 1 и 4 назначены на 6 и 7 декабря, ответные на 13 и 14 декабря. Финал четырех пройдет в Бресте с 20 по 22 декабря. В связи с этим брестская команда «Западный Бук» автоматически попадает в полуфинал. Гомельчанин Евгений Тихонцов выиграл золото Кубка Средиземноморья по тяжелой атлетике весовой категории до 96 килограммов. В двоеборье Евгений Тихонцов показал результат 361 килограмм и занял первое место. А вторым в этой весовой категории стал немец Юрген Спес, набравший в сумме 357 килограмм. Бронза у турка Ибрагима Арата 346 килограмм. Воспитанница с дюшор Гомельского района Алина Постоловская завоевала бронзу в международных соревнованиях по дзюдоу Кубок Польши 2019. Она одолела польку Констанцию Парышску за 23 секунды. 18-летняя спортсменка выступала в весовой категории до 78 килограммов среди дзюдоисток в возрасте до 21 года. Призовые места оспаривали 10 претенденток из Польши, Финляндии и Беларуси. Завтра в Гомеле стартует открытый турнир по теннису «Золотая осень». Соревнования пройдут на кортах Гомельского областного центра Олимпийского резерва по теннису. Стартует турнир в 10.00. Сразу после этого начнутся первые матчи. В них будут участвовать около 80 спортсменов. Это юноши и девушки до 12 лет. Завершится «Золотая осень» 13 октября. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова